Оказывается, ежегодно 1 января все прогрессивное человечество отмечает день былинного богатыря Ильи Муромца. А я всегда был уверен в том, что Илья Муромец был одним из трех легендарных героев русского эпоса. А вот писатель Евгений Шостаков еще в прошлом веке предположил, что на самом деле героев было не трое, а четверо. Кто прав, художник Виктор Васнецов или писатель Евгений Викторович Шостаков решать вам? Три богатыря. Их же только на картине трое. На самом-то деле четвертый был, Серега. Воснецов-то спьяно не углядел его из-под козырька, из-под длинного. Или красок пожалел, сука, так занял бы у кого-нибудь. Вон их Малеров на каждом углу развелось с черными квадратами и белыми голубями засранцев. Знаете, кисточку окунают и смелыми мазками по холсту ганят. Короче, четвертый Серега-богатырь был, не читая этим двоим, Алешу-семинариста Чехлова вообще в расчет не беру. Здоровый был, во-первых, как у Добрыниной кобыл-любовник. Умный был. Во-вторых, как у Владимира Ильича лоб. И, в-третьих, добрый был, как у Александра Сергеевича няня. Бывало, давно какое-нибудь с неба свалится о трех башках и на крыльях. Тут уж вам Добрыни-то не найти. В стогу прячется, куркуется, ховается по частям. Вон она, жопа его, под солнечным лучом блещет. Алешечка, размазня мамкин сын, сразу лапками кверху и денежку несет в клюе от ворога контрибуции откупиться, дабы мордочку в целости сохранить и заколиться и в сумерках и палетами барышень привораживать. А Илюшева, после 1500 граммов беленькой, уже ничем удивить нельзя и поднять нельзя, и говорить не заставишь. Один Серега за всех отдувался. Змея по тямичкам, Кащеев, яйцо баба-ягун на метлу со всего размаху насадит. О, блин, богатырь, это я понимаю. Девки его страсть как любили за удаль, за ласку, за великий размер. Как бывало, гигзаметр свой достанет. Короче, тех, кто не завидовал, не было. И выпивал, опять же, в единицу времени больше, чем эти трое вместе со своими лошадками умножить на сто. А Воснецов примитивно так грубой рукой лорнец хватил глазенками-то своими, по группе товарища пробежался и единственного, достойного, узким своим полем зрения не восприял. Да, Брэнни у него почему-то на человека похож, Илья как будто всю жизнь только какао кирял, а у Алеши ни одной бородавки из 98 и лица такое необщее выражение, что хоть букварь ему в руки. Стоило только Сереге пописать на 5 секунд отвалить, как Воснецов, господин художник, уже навеки о нем забыл и оставшиеся лошади его гигантской в упор не увидел. Моментально этих троих сноровисто клешней набитый изобразил. Мушкетеров, блин, Серега из-за кустов вернулся, а мой сня уже в Третьяковке висит, идиотом на обозрение, как будто они, блин, что-то из себя представляют. А он, Серега, Тресогурский, дохлый, не стоишь, моя бы воля, я бы это племя малярское на одной высокой горе собрал, и другой прихлопнул. Умельце в натуре черный квадрат им в рот и белого голубя восемь раз в день ректально. Кстати, роль Ильи Муромца мне однажды посчастливилось исполнить. Произошло это в Москве на сцене Дома актера на юбилее директора этого дома Маргариты Александровны Эскиной. Должен сказать, для нее появление этого персонажа было очень неожиданным. Жаль, зело, что не узнали вы меня. Без Добрыни, без Алеши, без коня денег нет, поскольку кризис наступил. Я конем своим налоги заплатил. Почему со мной нет молодцев-братков? Видно, зол на них министр Сердюков. Вместо почести и воинских наград третий год как за коррупцию сидят. Посему предстал пред вами я один патриот, герой и просто гражданин. Я хочу свое оружие продать. Чтоб могла ты всю культуру защищать. Ой, ты, девица-маргоша, лебедь белая. Сколько ж подвигов ты в жизни понаделала. И при этом не сподобилась заважничать. Позовут с собой артисты. Сядешь бражничать. Оказаться за столом с такою дамою. Не мечтают Саркози с Барак Обамою. Президенты всей земли Шлют эсэмэски На номерок заветный твой Маргоша Эскина. Ты достойна жить в былинах, Как и я. Взять в подарок От батуриной коня И в картину К тройке добрых молодцов Пусть тебя допишет Витька Васнецов. Лазунов и Шилов Пишут по бойчей Только денег нет на этих басмачей От того-то Их и нет среди гостей И без них полно тут Всяких Всех мастей. За тебя я Ковшик браги подниму Крепко дланями Своими Обниму И хоть всеми ты любима На Руси. Сейчас при всех скажу такое. Я готов идти с тобою Под венец Богатырь Илья Абрамыч Муромец АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В декабре 2023 года Маргарите Александровне Эскиной исполнилось бы 90 лет. Я не могу не сказать, что после ее ухода дом актера так и не смог прийти в себя. Эта фотография была сделана после моего первого выступления на сцене дома актера. А вот видеокадры моего последнего недавнего выступления хочу предложить вашему вниманию. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда... Тогда... Это была хитрость. Такое впечатление, что это не звук режиссера, а наперсочники. Письмо, написанное в 356 году до нашей эры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда почует пламени язык. Но чтобы смело мог-то прокричать «К бессмертию проложена дорога!» И чтобы слез потом не проливать, Устрой серьезный тендер для поджога. В раздумьях сильно репу почеши, Кому отдать огонь своей души. В Москве, конечно, много театров есть, Где полный зал реален лишь в легенде. Пускать там петуха пустая жесть. Ты сжечь старайся тех, кто нынче в тренде. Для долгой славы лучше сжечь большой. Тут есть чем поджигателю гордиться. Но Путин так в момент тряхнет казной, Что тот большой, как Феникс, возродится. У МХТ вполне манящий вид, Чтобы заняться Заревым-Багровым. Но табаков, запомни, не горит. Да и не тонет. Вместе с Михалковым. А МХТ другой, что на Тверской стоит, И без тебя успешно догорит. Так на кого ж огня обрушить меч, Чтобы тебя запомнили навеки? Ух, вахтанговский, неплохо бы поджечь. Но в нем с успехом выступают греки. Сжигателя канонов прототип. Ну, Туминос. Вот, мать его, Едип. Попробовать в Линкоме фейерверк? Ну, это будет бой слона и моськи. Живучесть их никто не опроверг. Сто лет плывут в Юноне-Авоське. Плюс Марк Захаров. Для меня авторитет. Он в пепел превратил свой партбилет. И современник вроде подойдет. Но он уже который год без здания. И волчек вдруг не так меня поймет. Дороже, слава мне, ее рыдания. Испортит ожидаемый кураж. Застенчивый интеллигент Гармаш. Похоже, лучший кандидат без спора. И нынче самый правильный момент поджечь, любимый всеми, дом актера. Тем паче, что имелся прецедент. Ведь здание на Горького когда-то спалил правоприемник Герострата. Отличный выбор. Не ходи к гадалке. И дом актера, безусловно, храм. Но там уже сидит свой Зажигалкин. Он все, что можно, зажигает сам. Поэтому хочу поздравить дом с тем, что в историю вошел своим путем. Еще сто лет вы можете, ребята, гореть, не зная козней Герострата. Аплодисменты.